Здравствуйте, это экспертное мнение. На прошлой неделе Госдумой были рассмотрены сразу несколько значимых законопроектов. Об этом и не только поговорим с нашим гостем. У нас в студии Андрей Исаев, депутат Государственной Думы России. Здравствуйте, Андрей Константинович. Здравствуйте. Начнем, пожалуй, с такого важного законопроекта, который предусматривает перерасчет пенсии. Как так получилось, что с 1 января были проиндексированы пенсии, но не все почувствовали ее повышение? У всех выросло. Я хочу напомнить историю событий. С 2010 года в России действует норма для того момента очень важная и прогрессивная о том, что ни один пенсионер, не работающий, не должен получать пенсию ниже величины прожиточного минимума. И что если у него пенсия вместе с единовременными денежными выплатами, там по инвалидности, если он является ветераном, меньше прожиточного минимума в конкретном субъекте Федерации, то ему осуществляется доплата до этой величины прожиточного минимума субъекта Федерации. Если она выше, чем общероссийская, то доплата за счет самого субъекта. Если она ниже величина, то тогда доплата за счет бюджета Российской Федерации. И вот что произошло. Пенсии были повышены на 7,5%. И у тех, у кого они ниже величины прожиточного минимума, они выросли до этого прожиточного минимума, или даже чуть-чуть побольше. Соответственно, размер доплаты до величины прожиточного минимума уменьшился. Получилось, что пенсия выросла, а фактически люди какую сумму получали, такую продолжили получать. То есть на ту же сумму уменьшилась, да? Это автоматически происходило, потому что доплата до прожиточного минимума. Вам не хватало до прожиточного минимума, условно говоря, 1000 рублей, вам доплачивается 1000 рублей, вам не хватает до прожиточного минимума 300 рублей, вам доплачивают 300. Соответственно, при повышении размера пенсии размер доплаты уменьшился. Ну, это, конечно, надо было предусмотреть, и поэтому президент, в общем, справедливо упрекнул и правительство, и нас, законодателей, что мы, так сказать, этот фактор не учли. Но, наверное, в мире нет власти, которая никогда не ошибалась бы, и хорошая власть не та, которая не ошибается, а та, которая умеет свои ошибки признать и своевременно исправить. Президент и предложил это сделать. Правительство внесло законопроект, а теперь новый порядок. Теперь доплата устанавливается по состоянию на 31 декабря, то есть вот какая она была пенсия, и до нее до прожиточного минимума положена будет доплата. А индексация будет проводиться с 1 января, то есть сверх этой суммы. Значит, получилось, что у нас, если раньше, с 2010 года действовал принцип, что нет неработающих пенсионеров, которые получают ниже прожиточного минимума, то сейчас мы можем сказать, что у нас все неработающие пенсионеры будут получать выше прожиточного минимума, потому что после доплаты до прожиточного минимума будет происходить еще и индексация пенсии. К этому закону мы внесли ко второму чтению, там Сергей Иванович, я и Михаил Тарасенко, мы внесли поправку, которая касается самого расчета величины прожиточного минимума, потому что поступали жалобы от граждан о том, что им занижают при расчете величину прожиточного минимума. В регионе, получается, да? В регионе, да, совершенно справедливо. И это подтвердил министр труда, Топилин, выступая у нас в Государственной Думе, он сказал, что из 30 регионов поступали сигналы, что они этим грешат. Министерство финансов подгоняло под свои возможности величину прожиточного минимума. Вот чтобы этого не было, мы предложили, чтобы правительство утвердило, оно в ближайшее время это сделает, единую для всех регионов методику расчета прожиточного минимума. Здесь важно сказать, что это не значит, что во всех регионах будет одинаковый прожиточный минимум, он всюду различен. Но методика расчета, то есть какие продукты, какие товары, какие услуги в обязательном порядке должны в этот прожиточный минимум войти, по каким критериям осуществлять оценку, что, предположим, вот для того, чтобы, это же прошлогодний прожиточный минимум, вот для того, чтобы его рассчитать, удобнее всего и лучше всего брать второй квартал. Почему? Потому что в третьем происходит сезонное снижение цен, ну да, скажем, на овощи и фрукты, а во втором они более высокие. Значит, эту методику правительство разработает, и тогда для всех будет понятно и ясно, как считается этот прожиточный минимум. Регионы будут его рассчитывать, люди будут получать соответствующую доплату, а сверх нее будет идти индексация. Это очень важная инициатива президента, которая была оформлена правительством, и вот мы ее приняли и поддержали. Второе чтение еще будет, а все-таки перерасчет сам, когда начнет служить? Второе чтение уже состоялось, закон уже принят, более того, он одобрен Советом Федерации, мы ожидаем, что в самое ближайшее время он будет подписан президентом, уже в апреле начнется перерасчет, в мае он по всей стране должен будет завершиться, причем этот закон обрел обратную силу. Вот, наверное, многие телезрители знают, что закон обратной силы не имеет. Вот то, что было до этого, это по одному, а вот с момента принятия по-другому. Нет, в данном случае для всех людей с 1 января 2019 года, кто недополучил по этому закону пенсии, им они будут пересчитаны, и эти деньги они дополучат. Если говорить в продолжении темы, да, совершенствование пенсионного законодательства, насколько я знаю, был парламентский час, где выступал Максим Топилин, министр труда и социальной защиты. О чем был разговор и каких изменений ждать, может быть, в ближайшее время? Ну, сразу скажу, что этот парламентский час был удачнее, чем предыдущий, с участием Максима Орешкина, о чем, наверное, и вы, и наши телезрители видели, когда председатель Государственной Думы вынужден был прервать министра и предложить ему подготовиться в следующий раз. В данном случае Топилин встретился со всеми фракциями, в том числе с нашей фракцией, много вопросов. Министерство владеет ситуацией, но, тем не менее, вопросы мы должны были задать, и мы их задали, услышали. Это реализация национальных проектов, связанных с демографией. Мы ждем, и пока еще, так сказать, нам не поступили законы, которые увеличат количество людей, получающих, скажем, пособия по рождению первого ребенка. Напомню, что если сейчас действует норма, предложенная своим президентом, о том, что если в семье из трех человек, муж, жена, ребенок, менее полутора прожиточных минимумов на одного человека, то они получают соответствующее пособие, равное одному прожиточному минимуму в субъекте. Это где-то 11 тысяч в среднем по стране. То президент предложил увеличить с полутора до двух, то есть если раньше это касалось где-то трети семей, то будет касаться уже 70%. Законопроект должен быть нам внесен, мы хотим его быстро принять, ждем этого от правительства. Есть и вопросы по реализации самого пенсионного законодательства. Вот с изменением параметров пенсионной системы разморозили, например, действовавшую норму о том, что... Норма, она была принята, и вот начала с этого года действовать о том, что сельским пенсионерам, которые живут на селе, и которые там 30 лет отработали, полагается доплата в размере 25% от федерального базового размера пенсии. Это где-то 1300 с небольшим рублей. Но сегодня эту доплату получают по стране более 900 тысяч человек, но возникли проблемы, потому что они получают люди, вошедшие в перечень профессий, вот что такое работа в селе, получается, да, да, которая утвердила Министерство труда по согласованию с Министерством сельского хозяйства. И целый ряд людей, которые реально работали на селе, с нашим точки зрения, выпали. Ну, у учителей немножко особая ситуация, да, у них заработки были несколько иные, но вот те, кто занимался непосредственно сельскохозяйственной работой, на селе работал, выпали из этой нормы. Да, это, к сожалению, есть. Поэтому мы договорились с министром о том, что мы еще раз сядем, привлечем профсоюз работников сельского хозяйства и уточним соответствующие списки. Или есть какая ситуация. Человек жил в одном и том же доме, но раньше это было село, а потом в результате муниципальных преобразований это преобразовали в городской округ. Он никуда не переезжал. Он 30 лет отработал на селе, но он живет теперь не на селе, а в городском округе. И на основании этого он лишается доплаты. Вот такие ситуации тоже, безусловно, необходимо исключить. Об этом мы договорились с министром, в этом отношении будем работать. Еще одна важная тема – это вот пособия по безработице. Они выросли, причем достаточно существенно, именно в связи с проведением изменений пенсионной системы для лиц предпенсионного возраста. Там пособия вообще установлены на уровне прожиточного минимума. Они увеличились в 2,5 раза по отношению к действовавшим до этого. Но все равно они остаются очень низкими. И, собственно говоря, человеку продержаться всерьез в условиях, когда он потерял работу, ему нужно несколько месяцев, ему сложно. Поэтому мы предложили обсудить вопрос о восстановлении страхования занятости, которая раньше в России была, и которая давала службам занятости, фонду занятости, тогда это называлось, определенные средства, чтобы назначать гораздо более высокие пособия. Мы предлагаем эту идею еще раз обсудить. Минимальный размер оплаты труда. С 1 мая прошлого года он установлен на уровне не ниже величины прожиточного минимума. Но продолжаются споры. Вот минимальный размер зарплаты – это что? Вот профсоюзы, например, считают, что минимальный размер оплаты труда – это чистый оклад, потому что в Трудовом кодексе сказано, за обычный труд в обычных условиях неквалифицированный. Да, это оклад. Если условия отличаются от обычных, то это уже не может быть минимальный размер оплаты труда. Конституционный суд в декабре прошлого года вынес решение о том, что, например, северные надбавки в минимальный размер оплаты труда не должны включаться, а должны выплачиваться сверх него. Остается вопрос про стимулирующие выплаты. Сейчас их работодатели сплошь и рядом включают в структуру минимального размера оплаты труда. Но, наверное, это не совсем тоже справедливо, это не относится к МРОД. Мы предложили правительству еще раз дополнительно этот вопрос обсудить. Одним словом, у нас очень много сейчас тем и вопросов к министру труда, которые мы в ближайшее время продолжим реализовывать и работать над ними. Законопроект, который касается ипотечных каникул. Кто вообще может рассчитывать на эти ипотечные каникулы? На какой срок они могут вообще быть организованы? Ну, как правило, год. И суть идет, о чем идет речь. Вот человек работает, у него приличный заработок, он получил ипотечный кредит. Приобрел в этот ипотечный кредит квартиру. Вдруг что-то случилось. Прогорела фирма, бизнес его. Он потерял работу, потому что что-то закрылось предприятие. У него оказались непредвиденные жизненные обстоятельства, и он не в состоянии платить по кредиту. Если подойти к нему с обычной мерки, то через некоторое время у него банк может квартиру отобрать, и тогда он остается и без квартиры, и без тех денег, которые он уже заплатил. Президент об этом тоже говорил в своем послании. Он сказал о том, что, дорогие друзья, это неправильный подход. Для таких людей нужно сделать вот такого рода ипотечные каникулы. То есть дать им возможность использовать это время, не платить кредит, но использовать это время на то, чтобы встать на ноги, потом вернуться к платежам. Данный законопроект был предложен председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным и еще группой коллег. И тут у нас тоже состоялась такая длительная дискуссия с банковским сообществом, которое, конечно, было не в восторге от этого. А мы еще предложили, это было очень важно, о том, что такие каникулы, действия этого закона можно было бы распространить и на те договоры, которые были заключены до его принятия. Это важно, потому что ипотечный кредит оплачивается долгие годы. Правильно? И если бы мы сказали, что это относится только к новым кредитам, то громадное количество людей, которые сегодня могут оказаться в такой сложной ситуации, этим законом не смогли бы воспользоваться. Были серьезные, я бы даже сказал, бурные дискуссии с банковским сообществом. Точку поставил президент. Он сказал, что вот его правильно поняли мы именно в том ключе, о том, что этот закон должен тоже получить обратную силу, то есть быть распространен и на тех людей, которые уже заключили ипотечный кредит. И очень важно, чтобы этот закон приняли. Он уже принят? Им уже можно воспользоваться? Нет, им еще пока воспользоваться нельзя, но я думаю, что в самое ближайшее время он будет принят окончательно. Еще предстоит голосование в Совете Федерации, но уверен, что он заработает скоро. В этом году начинается реализация масштабных национальных проектов. Им очень много говорили в последнее время о том, что регионы достаточно долго получают федеральные средства на их реализацию. На ваш взгляд, эта проблема вообще существует и как ее, возможно, решить? Существует, Альбина, причем очень серьезная проблема. И она во всей красоте перед всей страной обозначилась как раз во время упомянутого правительственного часа с Максимом Орешкиным. Когда Вячеслав Володин попросил министра сказать, какая сумма денег до регионов доведена. Это было 15 марта, то есть уже кончается первый квартал. Вот сколько денег из тех, которые на национальные проекты направлены, дошло до регионов. Максим Станиславович сказал, ну, примерно 10%. Мы проверили. Нет, не 10%. На этот момент было 1,2%. На сегодняшний день 1,6% средств доведены до региона. Как же регионы должны осуществлять, да, эту программу? А ведь мы с вами понимаем, что после этого, после того, как, значит, деньги придут в регион, регион еще должен по 44-му закону провести конкурс. Торги, конкурсы и так далее. Это еще два месяца. Таким образом, реализация проекта начнется только в середине года. Мы обратили на это внимание, мы обратились с обращением к председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Он поддержал нашу позицию, провел совещание. И хочу сказать, что вот сложившаяся практика о том, что надо ждать, пока будет заключено соглашение с Минфином, пока деньги дойдут и только после этого объявлять конкурс, она ни из какого закона не следует. По бюджетному кодексу и федеральный бюджет, и бюджет субъекта федерации являются законами прямого действия. Это значит, что если мы приняли федеральный бюджет, в котором написано, что вот деньги, которые должен получить регион. И регион у себя принял бюджет о том, что вот деньги, которые мы получаем из федерального бюджета на такие-то цели, и добавляем свое софинансирование. Все этого достаточно для того, чтобы регионы начинали работу, объявляли конкурсы, искали исполнителей и начинали работу над национальными проектами. Я думаю, что в этом ситуации нам удастся поправить. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Это было «Экспертное мнение». Всего доброго. До свидания.